Так, стоп. Штанг выберем. Ног. Я больше вижу защиту. А кто западает, и даже я сама, кто-то защищает все, кто-то у нас. Вдруг нападает, как кровать. Заходи, 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 заходи. Переборач. Раз, два. Раз. Раз. Продолжение следует... 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 Это очень круто. И вот именно вы вернулись. В каком полде занимались? Поэтому теперь я иду как за... Партеры тоже. Есть, есть. Не знаю. Все зависит от того. Выпускайте, может быть, я начну. То, что не лопано, что-то принимать. Ну, касательно лопано. Ну да. Это не проблема. Держа за. А вы менять? Да, вы есть. Мы сейчас не взяли паспорт. Вы менять, да? Или вы приехали в Российский. Да. Вот такая фигня. Конечно. Правильно. А я меняю. Кстати, вот такая казалось. У тебя есть два паспорта. У тебя все другие. Я ее держу. Да. Это не так же. Я прощаю. Я прощаю. Я прощаю. Да. Есть такая норма. Здесь зажим. Законодательства нет. Почему? Потому что закон о двойном гражданстве у нас не работает. Поэтому работают другие народы. У нас есть двойное гражданство только с одной стороны. под названием «Студышки страны». Да. Вот и все. Совсем не справедливая страна, но она для иного разрушена. «Студышки страны». Так. Ну хорошо. Еще, да, сказали? Или все? Или все? «Студышки страны». с Андреем продемонстрировать. А можно так сюда. «Дружбу или чего?» Ну вот эти все у вас варианты качества человеческих. Как можно сделать спарринги? Ну то есть в технике дзю-ту-цу, дзю-ту-о. Как их можно развить? С одной и с другой стороны, да? То есть есть же у нас тот, на ком проводит технику, и тот, кто как бы ее принимает и так далее. Ну вот допустим. «Молодец, пожалуйста». Мы сейчас проводили спарринги где в положении лежа, да? Начинали сидя и продолжали в положении лежа. Вот, допустим, в ситуации, когда партнер… Нет. Когда партнер ложится вот так. И у меня есть такое как бы упражнение. Это сайкоми, да? Все знают. «Удержание партнера». Вот я ему делаю на сайкоми. Как вы думаете, вот в этом упражнении, вот с помощью этого упражнения, какое качество можно развить себя? «Дружба». «Дружба», да. «Дружба», почему? «Дружба – это то, что не нанесет вреда моему партнеру». Правильно? То есть, если я начинаю вред уносить ему, он уже не будет воспринимать меня как другом. Значит, я должен так делать это сайкоми, чтобы показывать свое мастерство, но при этом… не причинять ему ущерб. Ну, если мы опять рассматриваем это как искусство. Можно? «Можно». «Уважение». А он может, кстати… вот это чувство… «Локопер»? «Да». «Извините, другую сторону». «Уже не друг». «Нормально, нормально». «Так, а вот смотрите, уважение. Володь, я сейчас с моей стороны не добыл уважение, я сказал». «Да, и то, что не болит». «На болит рука, я против него говорю, давай добыл уважение». «Сломал». «На другую». «Перекажем. Понимаете, честность. Что такое? Я честно выполняю это упражнение. Видите, я сделал сайкоми, я честно его держу. Я то, как у меня учитель учил, да? Определяю захват, определяю положение мое. Такое сайкоми, другое. То есть я сам к себе честен. Плюс я как бы показываю честность намерений своих, что я его не поломаю в этой технике, а буду способствовать тому, что я его буду…» «Хотя именно в этом положении нанести минимальный вред очень легко. Достаточно сбить мне дыхание. Собственно, просто лечь на меня вообще. Вот так, да. «Лечь на меня на грудную клетку». И всё. И через два десятка секунд у меня будет дыхание. И я перестану. В то же время, мой парфер, который находится внизу, он также может вырабатывать чувство дружбы, да, качество. Какое? Он же может вот в этом положении, допустим, брать свободной рукой и бить меня по голове. Так? Или спокойно отжимать голову. Или бить, или щипать. То есть он так же может… Вот это… Ну, мы сейчас остановимся на этом. Вот эти качества… Вот один из примеров. У нас бывало так, что мы выходили на спальню. Бывало такое, когда на спальню выходим, и партнёр, ну, не контролируя себя, вот там самоконтроль, делает такие вещи, что, в итоге, не совсем корректно. Да? Был такое? Это, я считаю, не совсем хорошо. Потому что, на самом деле, даже, как мне кажется, не знаю, может со мной не согласятся, но мое такое мнение, не стоит на одной линии со всеми вот этими качествами, которые… Как мне кажется? Если изменим… У меня такое… Должно быть всё-таки… Какое-то… Ну, бывает так, что на соревнованиях, как бы, думают так. Медаль важнее, чем… Чем нравственность. А, ну, ещё дружба есть, да? Пошлём. Слушай, я хотя бы ложусь в стиль ресторан. Так. Ну что, теперь мы стоя переходим, да? Давайте мы сейчас лучше сделаем. Одно маленькое упражнение мы проделали. У нас ещё время есть? Есть. А. Да, время есть. Мы сделаем упражнение стоя таким образом. Это я… Этот метод тренировки увидел у одного мастера боевых искусств Тай Цзи Цюань. Такой спитатель. Это Туй Шоу. Мы с тобой делали, Барис. Да, да. Ну, раз мы были с тобой делали… Кстати, Андрей, кажется, тоже был. Да, Андрей. Андрей, кажется, ты тоже был, да? Не помнишь? Андрей, всё равно. Смотрите. Ну, правосторонний у нас есть. Правая сторона тела, левая сторона тела. Ну, и две стороны. Значит, задача писать, например, правой стороне столько. Правая нога впереди становится на одну линию, на одну плоскость для с правой стороны паркнера. Левая нога вы можете где угодно ставить. Где угодно ставите. Так, чтобы вам было максимально удобно. Больше выпечка. Нажми просто. Правая нога впереди на японку. Так. И правая рука, смотрите, становится вот таким образом. Запястье к запястью. Изначально кулаки лучше не сжимать. Вторая рука на локте. Вот это исходное положение. Здесь в одной плоскости, да? Немки стоят. Сзади где угодно нога. Вы должны поставить свое тело максимально удобно, вам комфортно, чтобы оно вы чувствовали, что вы стоите. Вот это исходное положение. Как только вы готовы, готовы. Вы начинаете с помощью передвижения, то есть не двигаясь ногами, не двигаясь ногами, вы начинаете, пытаетесь своего паркнера заставить сойти с точки опоры. То есть, или он делает шаг с задней ногой, или передней ногой, или просто упадает, или рукой касается катания. Что-то похоже на сумму, но только мы не двигаемся. То есть, только мы стоим на месте. Статическое движение. Здесь можно с этого положения менять, переходить, толкать. Сюда, 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 куда угодно. Но единственное, что нельзя, это хватать сейчас за кимоно и вот так тянуть. То есть, мы можем хватать, но не держаться за кимоно. То есть, если мы уже падаем, мы не держимся ухать за кимоно. Попробуем. Мы правой стороной делаем минуту, левой стороной минуту. И посмотрим, что у вас получится. Здесь самое важное, вы должны чувствовать партнера. Вы должны не делать сразу быстро что-то. Надо попробовать вытащить, какие действия делает партнер, да? Что он делает? Куда он делает? Как у него идет организм? Если я чувствую, вот он. Он меня распадал, я сошел. Все, я начинал. Такое внимание, и в то же время на самую контроль, и в то же время на технику. Мы пытаемся найти то положение тела партнера, при котором оно будет наиболее выявлено. Но при этом мы не двигаемся. То есть, тела наша все двигается, а ноги у нас стоят. Ну что? Вы собираетесь по партнеру. Да, значит, ребят. Пробуем? Давайте. Давайте. Попробуем. Берите, берите, возьмите. Одна минута, потом ты говоришь, что у нас перерыв 10 секунд, мы меняем стоили. Сейчас я в правую стою. Владимир, чуть-чуть вот сюда, чтобы там место было. Так, правая нога впереди. Друзья, готовы? Т.О.: Councillor。 Попробуем. Т.О. Т.О. Соответственно, первого Продолжение следует... 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 Продолжение следует...